Обличение в жеучении сектантов. Кассета четвертая. О святых постах. Постились по сорока дней великие пророки Божии Моисей и Илья, удостоившиеся потом беседовать со Христом на горе Фаворе. Исход 34-28, 3-я царств, 19-я глава, Матфея 17-3. Не принимал пищи три недели пророк Даниил, 10-2, и семь дней Ездора, 9-24. Молился и шесть дней постился, впавший было в прелюбодеяние царь Давид. И получил через пророка Нафана прощение своего греха от Бога, 2-я царств, 12-16. Постилась благочестивая иудеянка иудич во все дни вдовства своего, кроме субботы и предсубботних дней, дней перед Новомесячем и в дни Новомесяча и праздников, 8-6. И нечестивые и невитяне молитвой и постом от большого до малого отвратили от себя грозную кару Божию за их великие грехи, Иона 3-5. Постились израильтяне по повелению Божией во время страшного опустошения их земли гусеницу и саранчою, Иояиль 1-14. Наконец, для угождения Богу и спасения души, израильтяне имели постоянные, соблюдавшиеся в определенное Богом время посты. Каковы были у них посты 4-го, 5-го, 7-го и 10-го месяцев, почти соответствующие по времени четырем христианским постам, что видно из книги пророка Захарии, 8-19. Религиозный год у евреев начинался с месяца Ниссана, между мартом и апрелем. Самый строгий пост у евреев был пост, установленный при Моисее в 10-й день 7-го месяца, левитом 16-29. На рубеже Ветхого и Новозаветов, больше изрожденный женами Иоанн Креститель, подготавлял себя в пустыне к проповеди о грядущем Мессии, суровым подвигам поста и воздержания. Марк 1-6. Сам Христос своим примером осветил христианский пост, содержа его в течение 40 дней и ночей, искушаемый в пустыне дьяволом, предъявлением себя народу с проповедью об Евангелии Царствия Божия. Матфея 4-2. Он же учил людей о необходимости поста для борьбы с грехом и дьяволом. Матфея 6-16 и 17-19. «Говоря о себе и о верующих, что придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Марка 2-20, Матфея 9-15. «Евреи, отличавшиеся невоздержанием, возраптали на Бога из-за пищи, особенно мясной, за что и были поражены в пустыне. А это, замечает апостол, были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы» И действительно, святые апостолы, и после них все христиане чтили посты, как установления божественные, и постились. Так святые апостолы постятся предрукоположением других для проповеди. Деяния 13-2. «Прибывает постоянно в посте» 2 Коринфянам 11-27, говоря следующее о себе для назидания верующих. «Во всем являем себя, как служители Божии, в трудах, в бдениях и постах» 2 Коринфянам 6-4. «Верные заветам Христа и святых апостолов, все христиане одни апостольских признают телесный пост, не забывая и о духовном. И только отпавший от истинной веры Христовой в угоду плоти своей отрицает пост, забывая и примеры, и учения о нем Христа и его святых учеников, и не повинуясь голосу Вселенской Христовой Церкви». Но мы не признаем постов, ибо Спаситель сказал, «Обищем не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон» Матфея 15-11. «Эти слова были сказаны спасителям, книжникам и фарисеям на их вопрос. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Не о посте или пище спрашивали книжники фарисея Христа. Не об этом он им и отвечал. Фарисеи верили, что пища, принимаемая неумытыми руками, оскверняется сама и оскверняет самую душу человека. Христос обличил фарисеев, и в том, что они, это пустое предание старцев, эту заповедь человеческую ставят выше заповеди Божией о любви к отцу и матери, сказал им, что пища сама по себе не оскверняет души человека, будет ли он ее принимать умытыми или неумытыми руками, а оскверняет человека то, что исходит из уст его. А исходящее из уст, пояснил Спаситель, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Для всякого ясно, что здесь Христос не о посте или пище говорил, а о том, что едение неумытыми руками не оскверняет души человека. Творение святого Иоанна Зартауста. Страница 527. Седьмой том. Не мог Христос отвергать пост, когда сам постился сорок дней и ночей. Когда сказал, что его ученики будут поститься. Матфея 9.15. И когда наконец сам даже наставлял людей, как должно поститься, говоря, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, а перед отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе, очевидно, за пост, явно. Матфея 6.16. Если взять во внимание еще слова Христа, сказавшего сей же рода, то есть дьявола и его слуги, изгоняется только молитвой и постом, Матфея 17.19, то станет ясно, что утверждение сектантов, будто Христос в приводимых им словах отрицал пост, есть грубое заблуждение, противоречащее и учению, и примеру Христа. Да, это учение противоречит также здравому смыслу и действительной жизни. Ибо если бы Церковь верила, что скоромная пища сама по себе оскверняет человека, то она совершенно запретила бы верующим употреблять ее во всякие дни и не разрешала бы ее в известных уважительных случаях, даже в дни установленных ею постов, например, больным людям или всем людям во дни повальных болезней, например, холеры, солдатам во время войны и тому подобное. Вот апостол Павел в 1 Тимофе 4 глава с 1 стиха читаем, что он говорит. «Последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским, же словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушались благодарением, ибо всякое Божие творение хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Телесные упражнения мало полезны». И здесь речь не о постах, а о тех отступниках от веры, которые запрещали людям вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Такими отступниками от веры во время апостолов, как учат святой Иоанн Златоус и другие толковники, были гностики, а также во II и III веках сродные имели теким гнифеен, кротиты и маркианиты, которые, подобно нашим хлыстам и скобцам, учили, что вступать в брак и употреблять в пищу мясо и вино – великий грех. Ибо тело человека и животных – злое, греховное начало, с которым нужно бороться всякими средствами, в том числе невкушением мяса и вина, как укрепляющих человеческое тело. Святая же Церковь не только никогда не считала мясо скверное и брак грехом, но, напротив, целым рядом апостольских правил и соборных постановлений предавала анафеме тех, кто запрещал вступать в брак и употреблять в пищу мясное, считая то и другое делом нечистым. Так, например, в 51-м апостольском правиле читаем – ащи кто, епископ или пресвитер или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро или да исправится, или да будет извержен от священного чина и отвержен от Церкви. Так же и Меренин. Об этом же говорит 53-е апостольское правило, а так же второе правило собора Гангарского, 14-е Анкирского и восьмое правило Святого Василия Великого. Не мог апостол Павел отвергать святые посты, когда сам постоянно пребывал в посте. 2 Коринфянам 11.27 И, показывая в этом пример, христианам говорил им о себе. Во всем являем себя как служители Божии в трудах, бдениях и постах. 2 Коринфянам 6.4 И так ясно, что в приводимом сектантами мести из послания апостола Павла не отрицается пост, а осуждаются еретики, гностики и другие заблудшие, которые, подобно нашим хлыстам и скобцам, считали брак, мясо и вино нечистыми и гнушались ими, как скверною, как и современные сектанты, которые считают, что вино употреблять грех. Что касается слов святого апостола, телесные упражнения малополезны, то святой Иоанн Затауст так объясняет их. Пост не есть упражнение телесное, но духовное. Если бы пост был телесным упражнением, то он питал бы тело. Если же он изнуряет его и иссушает, то ясно, что это не телесное упражнение. Там же страница 343. Том 7. Почему не о посте здесь идет речь у апостола, а о гимнастических упражнениях? 1 Коринфян 9, 27. Сектантам всегда в следующем букве, а не духу Писания. Можно, впрочем, было бы заметить, что и малополезное, все-таки полезное, а не вредное. Нужен не телесный, а духовный пост. Тот, который пророк Ишайя в 58 главе, 6 стиха, написал. Вот пост, который я избрал. Разреши окова неправды, развяжи узь ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Разделив голодными хлеб твой, из китающихся и бедных введи в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокрованного твоего не укрывайся. Можно еще Захария, 7 глава 4 стиха. Совершенно напрасно сектанты приводят это место из пророка Исаия против соблюдения верующими святых постов. Ибо святая церковь не отрицает духовный пост, а считает его необходимым условием спасительности телесного поста, о чем она говорит в своих молитвах и песнопениях. «Пастись постом, приятным благоугодным Господу», получает, например, она верующих в понедельник Великого Поста. «Истинный пост есть в злых дел отчуждения, похоти и отлучения, а глаголы не лжи и клятва преступления». Или «Пастящиеся братья телесно» поет святая церковь. «Пастимся и духовно, разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотные нужных изменений, всякое списание неправедное раздерем, дадим алчущим хлеб и нищих бескровных введем в домы, да приимем от Христа Бога великую милость». Стихира. Церковь всем проповедует, что один телесный пост бездуховного, бестерпения, смирения и любви, бездел, милосердия и всепрощения не будет для человека спасителен. Подобно тому, как, конечно, не был он таковым и для тех, более сорока человек, иудеев, которые заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Деяние 23.12.21. Святой Иоанн Златоуст так учит о посте. «Прошу не радоваться тому, что убыла половина поста, а смотреть на то, убывали половины грехов, и тогда ликовать. Это действительно достойно радости, это и есть искомое, для этого все и делается. Стоит, чтобы исправили мы свои недостатки, чтобы вышли из поста не такими, какими вступили в пост, но омылись и отстали от всех дурных привычек, и так провели священный праздник. А если не так, то нам не только не будет никакой пользы, но и величайший вред от того, что пройдет пост». Творение Златоуста о статуях, том 2, страница 199. «Ну как же в первом послании к Коринфянам сказано, в 8 главе, пища не приближает нас к Богу, ибо видим ли мы ничего, едим ли мы, ничего не приобретаем, едим ли ничего, не теряем». Приведенное сектантами место из 8 главы 1 послания к Коринфянам говорит не о безразличном отношении христиан к постам и пище вообще, а касается отношения христиан к пище идоложертвенной, что видно из первого же стиха этой главы, который начинается такими словами «об идоложертвенных яствах» и далее апостол продолжает «об употреблении в пище идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого, но не у всех такое знание, пища не приближает нас к Богу» и так далее. Учение апостола Павла об отношении христиан к употреблению в пище идоложертвенного мяса вызвано следующими обстоятельствами. В церковь Христова вступили люди и из язычников, имевшие неодинаковые религиозные убеждения и умственное развитие. Одни из христиан смотрели на идолов как на ничто, и потому, когда приходилось им бывать в обществе язычников или в их храмах, они со спокойной совести вскушали предлагаемые языческие идоложертвенные яства, как с таковой же спокойной совести покупали продававшееся идоложертвенное мясо на базарах и употребляли его в пищу. Другие же из них смотрели на пищу посвященную идолам как на нечистую, и не только боялись оскверниться ей, особенно, когда язычники с умством оскверничь христиан смешивали идоложертвенное мясо с обыкновенным и продавали его на базарах в житии Федора Тирона 17 февраля, но с презрением и укоризной смотрели на тех христиан, которые ели идоложертвенное, считая его обыкновенную пищу. Святой апостол решает этот вопрос в том смысле, «Идоложертвенное яство, как пища, безразличны, но не у всех такое знание. Некоторые, говорит апостол, и до ныне в совести признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли мы ничего не теряем. Берегитесь, однако же, предостерегает святой апостол, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощной совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому заканчивает апостол свое наставление об употреблении идоложертвенного, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо идоложертвенного вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Такое же точное учение об употреблении идоложертвенного предлагает апостол Павел в другом месте того же послания к коринфянам. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. 1 Коринфянам 10.25 Итак, не о безразличном отношении к постам говорится в приводимом сектантом месте послания святого апостола. О постах здесь и слова нет, а о том, что хотя пища сама по себе безразлична, но христиане, чтобы не соблазнить немощных в вере, не должны есть идоложертвенного мяса, что запрещено было и раньше на соборе апостольском. Деяние 15.20 Творение святого Златоуста беседано первое послание к Коринфянам, том 10, страница 193. Нужно заметить, что сегодняшние сектанты, баптисты, пятидесятники, адвентисты это место считают совершенно неправильной, прибавляя слова. Они читают так, пища не приближает нас к Богу и не отдаляет. И это держа в руках Библию. Когда же спросишь, где это написано? Они с удивлением замечают, что все двадцать-тридцать лет он так и читал, что пища не отдаляет, когда в Библии ясно говорится, что прельстившись пищей человек потерял райские обители. Из-за пищи Израиль не вошел в обетованную землю, и первое искушение начал дьявол с пищи, и последнее испытание людям будет на земле не продать, не купить, также речь идет о пище, ибо действительно пища отдаляет человека от Бога, когда она принимается неумеренно при нарушении поста, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, чего может приобрет человек, что именно, кроме лишнего веса и траты денег, почему святые так мало тратили на себя, не едим ли ничего не теряем, наоборот, сэкономленное на пище человек может подать нуждающимся, то есть дающий нищему дает взаймы Богу. Каждый христианин может есть, что ему угодно и когда угодно, потому что сказано в послании к римлянам 14 глава 5 стиха «Всякий поступай по удостоверению ума своего, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Также и в Колотенном 2 главе 16 стиха «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или Новом Месяце, или субботу, это есть тень, а тело во Христе. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Галатан 5.1 В церковь Христову, кроме язычников, вступили и иудеи, которые не могли сразу отрешиться от обрядовых предписаний Моисеева закона, касавшихся различных омовений, новомесячей, праздников, суббот, постов, дозволенных и запрещенных родов пищи и т.п. Христиане же из язычников, почитая все чистым и что нет ничего в себе самом нечистого Римлянам 14.14 унижали немощных в вере иудеев, почему из-за вопроса о пище в субботах и т.п. начались большие пререкания и споры христиан из иудеев с христианами, бывшими раньше в язычестве. Апостол Павел в 14 главе к Римлянам и во второй к Колосинам решает вопрос об отношении христианства к обрядовому Моисеевому закону вообще и к употреблению пищи в частности в таком же смысле, как и вопрос об идоложертвенных яствах. Немощного в вере, говорит апостол, принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. всякий поступай по удостоверению ума своего. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу замещает апостол огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, о чем брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Римлянам 14, 1.21 Таким образом и здесь святой апостол не говорит о ненужности христианских постов, а преподает учения о безразличии для спасения принятия того или иного рода пищи. Причем замечает, что если пища, например, мясо соблазняет кого-либо, то чтобы не губить немощных, лучше не есть мясо никогда. Что касается ссылки сектантов на те места Священного Писания, где говорится о свободе христианской, которая несовместима будто бы с соблюдением постов, Галатам 5.1, 2.Коринстам 3.17 и другое. Да ну же помните такие слова апостола Павла, который сказал о себе, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего, 1.Коринстам 9.1. Далее говорит, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает, 10.23. А в той же главе послания Галатам апостол так наставляет христиан «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». 5.13. Святой апостол тоже был свободен, видел Господа Иисуса, но сам постился, показывая этим пример другим верующим соблюдать посты, о чем уже говорилось выше. Если немощные могут еще соблазняться на том, кто ест мясо, то нигде в Писании не говорится, чтобы едущий мясо соблазнялся на том, кто не ест, то есть это сверхнемощный. В таком положении оказались сегодняшние сектанты. Они не только не постятся, но они соблазняются и поносят православные посты. Посты установлены от Бога и польза их подтверждается изысканиями ученых в последнее время. Сколько основано клиник лечения голоданием? В столовых даже безбожники, поняв это, установили разгрузочные дни, когда подается пища, не имеющая в рационе мяса. Если поститься, то нужно известное время совсем не есть ничего, а не делать различия в постной и скромной пище и не назначать известные дни или времена для постов, например, среду, пятницу, Успенский, Рождественский, Великий Петров посты. Тем более, что для этого нет нигде в Писании никакого основания. Святая Церковь не возбраняет каждому отдельно из верующих постясь совершенно воздерживать возможное время от всякой пищи. в построенном обществе, то тем более в обществе верующих христиан, должен быть во всем следовательно и в отношении постов известный чин, порядок, как и святой апостол говорит, все должно быть благопристойно и чинно. 1 Коринфян 14.40 Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира, стих 33, то есть порядка. Вот почему члены Церкви Христовой должны для сохранения между собой мира и порядка соблюдать посты, так как она велит и относительно родов пищи, и относительно времени постов, если бы не было в Писании ровно никаких указаний на различия в пище и на времена постов, то и тогда верующие должны были бы слушаться предания Церкви. 2 Фессионик Христом 2.15 То есть умственного распоряжения Церкви о постах, ибо она имеет право не только устанавливать или отменять посты, но даже отворять или затворять для верующих двери самого рая. Матфея 18.17 Ну и в Священном Писании есть указания как на различия принимаемые во время поста пищи, так и на определенные установленные для постов времена. Относительно употребления во время поста одной постной пищи читаем, например, следующее в книге пророка Даниила. В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седьмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. 10.2 То же самое Бог заповедует и езре. Выйдешь на светущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов, и не вкушать мясо, и не пить вина, а только цветы. И сел там в цветах, и вкушал от полевых трав, и была мне пища от них вонасыщение. Третий езр, 9.24 На заре и посвятив себя на служение Богу не должны были в течение всей своей жизни пить вина и крепкого напитка, числа 6.1. Должны были воздерживаться от вина по приказанию самого Господа, мать Самсона, судей 13.4, и Ян Креститель, как избранные и посвященные на особое служение Богу, Лука 1.15. Даже в родах хлеба при употреблении евреями в Днепасхе Господь положил строгое различие. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожайте в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет от среды Израиля. Исход 12.15. И святой апостол Павел говорит, «Лучше не есть мясо и не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат притыкается или соблазняется или изнемогает». Римлянам 14.21. «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфян 8.13. Вот эти слова апостола Павла совершенно не принимаются сектантами, привыкшими утопать в роскоши и в объедении. При встрече с православными не раз слышат они упрек, что нарушая православные посты, совершая свои бракосочетания в Великий пост, они соблазняют православных. Пусть мы немощны, но это нас соблазняет, не ешьте же. Такого случая, чтобы они отказались от мясной пищи, ни один православный, пожалуй, не сможет показать. Относительно определенных сроков для поста церковь постановила поститься в среду, когда Христос был предан на мучение, и в пятницу, когда он умер на кресте, согласно словам Христа, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься все дни. Лука 5, 35. А также установила посты, Великий пост, в подражании Христу, постившемуся 40 дней. Матфея 4, 21. Во исполнение слов Писания «Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его» 1 Петра 2, 21. Интересно замечает святой Иоанн Златоуст, что Бог, оставив человеку 9 десятых, одну десятую требует себе. Святая Православная Церковь запретила поститься в субботу и в воскресенье. Постная суббота называется Великая перед самой Пасхой. Это единственная суббота, в которую должно поститься. Так как суббота и воскресенье считаются постными днями, то 7 недель и умножен на 5 дней получается 35. Суббота 36 день и ночь полсуток 36,5 дней Великий пост. В году 365 дней и получается ровно десятина. Святой Иоанн Златоуз говорит, так Святая Православная Церковь, как бы слыша голос самого Бога, отделила десятую часть для спасения своей души, посвятив ее Богу. Петров пост в подражании святым апостолам, которые были посланы Духом Святым перед отправлением на проповедь, постились. Деяние 13,2 В этом случае Церковь напоминает слова святого апостола Павла, сказавшего «Подражайте мне, как я Христу» в 1 Коринфе 4,16 Установлен Церковью Успенский пост в память постившейся перед смертью Пресвятой Богоматери и в этом случае она исполняет слова Священного Писания «Вспоминайте наставника ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончины их жизни, подражайте вере их» Евреям 13,7 Наконец установлен Церковью пост Рождественский или Зимний пост, который верующие подготовляет себя к встрече великого праздника Рождества Христова, каковой пост совпадает с бывшим Зимним постом и во времена Святых Апостолов Деяния 27,8 Кроме этих постов Святая Церковь установила однодневные посты 5 января для приготовления людей к великому празднику Крещения Христова 1 августа в честь Святого Креста Христова даровавшего в 1164 году чудесно победой греческому императору Мануилу над Сарацинами и русскому князю Андрею Боголюбскому над Болгарами 29 августа в память мученической смерти величайшего из пророков Иоанна Крестителя и 14 сентября в день обретения и воздвижения Креста Христова в знак воспоминания и христианской скорби о страданиях на кресте Спасителя мира Относительно определенных сроков продолжительности поста есть указания как в Ветхом так и в Новом Заветах Так в книге Льви читаем «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц в десятый день месяца смиряйте души ваши» Левит 16.29 Второзаконие 8.3 О четырех постах по времени почти соответствующим нашим четырем постам говорит пророк Захария Пост четвертого месяца и пост пятого и пост седьмого и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством только любите истину и мир 8.19 В Новом Завете читаем о мужах апостольских что когда они пребывали в служении Господу в посте то Дух Святой сказал «Отделите мне Варнаву и Савла на дело к которому я призвал их» Тогда они совершили пост и молитву то есть по окончании начатого до откровения поста и молитвы и возложили на них руки отправили их в Деяние 13.1 В книге Деяния говорится что апостол Павел совершая последнее путешествие в Рим в зимнее время советовал ввиду трудности путешествия перезимовать в хороших пристанях близ города Лосеи так как плавание замечает дея писатель Святой Лука было уже опасно потому что и пост уже прошел Деяние 27.8 Таким образом мы видим из Священного Писания что и в Ветхом и Новом Заветах были и различия в скоромной и постной пище и определенная продолжительность времени поста Зачем православные употребляют мясо свиней и зайцев едят рыбу которая без чешуи и другую запрещенную Моисеем пищу ведь запрещение все изложены в книге Левит 11 главе и второзаконие 14 главе если едите свинину то ешьте и мясо собак кошек и тому подобных животных Моисеем запрещенных для христиан всякая пища сама по себе чиста все чисто говорит святой апостол нет ничего в самом себе нечистого только почитающему что-либо нечистым тому нечисто римлян 14 14 только сожженные с совести своей лжесловесники говорит апостол будут запрещать и потреблять в пищу то что Бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что освящается словом Божиим и молитвою 1 Тимофея 4.2 для чистых все чисто а для скверненных и неверных нет ничего чистого на скверненные ум их и совесть титул 1.15 Закон Моисея о родах пищи для нас христиан потерял всякое значение ибо мы уже не под законом а под благодатью Римлянам 6.14 Никто говорит святой апостол христианам да не осуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник или новомесячий или субботу это тень будущего а тело во Христе Итак если вы со Христом умерли для стихий то для чего вы как живущие в мире держитесь постановление не прикасайся не вкушай не дотрагивайся что все и сливает от употребления по заповедям и учения человеческому Колосин 2.16 до 22 стиха Христианам все чисто все позволительно есть в свое время но если они не всякое животное едят то очевидно потому что как не всякое съедобное растение так не всякое мясо животных для них приятно и полезно Святая Церковь как любящая нас мать не даст нам своим детям камень вместо хлеба или вместо рыбы змею или вместо яйца скорпиона Лука 11.11 но руководимое Духом Святым разрешает нам есть то что полезно и тогда когда можно поэтому мы едим все что освящено обычаем Церкви чего нам нельзя есть о том нам сказали еще святые апостолы которые собравшись вместе постановили для всех христиан следующее угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени из закона Моисеева более кроме всего необходимого воздерживаться от идола жертвенного и крови и удавленины и блуда и не делать другим того чего себе не хотите Деяние 15.28 ответ адвентистам на их немощные вопросы о нечистой пище написан полторы тысячи лет тому назад в правилах Святого Василия Великого принятых утвержденных Шестым Вселенским Собором изрядным энкротитом воздержником на важное их возражение для чего и мы не все едим да ответствуется сие Яко и издержениями нашими гнушаемся ибо по достоинству нашему и зелье травное есть то же что мясо а в рассуждении пользы как в зелье отделяем вредное от здравого так и в мясе различаем вредное от полезного ибо и болиголов есть зелье и мясо ястреба есть мясо но никто в здравом уме не будет ясть белину и не прикоснется к пьесьему мясу разве великой нужде поскольку идущий по нужде не сделал беззаконие правило шестого вселенского собора второе сие же достойным смехом не представилось ибо некто обещался воздерживать от свиного мяса посему благоволи получать таковых чтобы воздерживались от нерассудительных зароков и обетов и допустил употреблению вещей неразонственных безразличных ибо никое же создание отметно с облагодарением принимаемое 1 Тимофеем 4.4 посему как обет достоин смеха то и воздержание не нужно правило Василия Велико 86 и 28 и все-таки пост убывает тело а потому и дуже вредит возражение сектантов против постов будто бы они вредны для тела следовательно или духовной жизни человека не заслуживают внимания ибо они бессильны перед судом слова Божия перед наукою и перед наблюдениями над человеческой жизнью первозданным людям Господь назначил питаться не мясною а растительной пищею вот я дал вам говорит Бог Аврааму Адаму и Еве всякую траву сеющую семя какая есть на всей земле и всякое дерево у которого плод древесный сеющий семя вам сие будет в пищу бытие 1.29 и действительно от Адама до всемирного потопа в течение более двух тысяч лет люди питались одной растительной пищей и только после потопа Господь разрешил им употреблять пищу и мясо животных по еврейскому исчислению от Адама до потопа 1656 лет через Моисея Господь не только определил людям каких животных нельзя есть левитам 11 глава второзакония 14 но и узаконил для Израиля посты левит 16.29 он смирял его томил голодом воспитывая и уча его постом терпению и послушанию как человек учит сына своего второзакония 8.3.5 и в Новом Завете как мы уже видели Христос сам постился учил как нужно поститься Матфея 6.16 и говорил что его последователи будут поститься когда отнимется у них жених Матфея 9.15 и мы действительно видим многочисленные примеры тому что святые апостолы сами постились Деяния 13.1 2 Коринфян 6.4 11.27 и другие и заповедовали нам воздержание и терпение 2 Петра 1.6 Галат 5.23 1 Коринфян 9.25 разве могли Христос и святые апостолы сами поститься и велеть соблюдать нам посты если бы они были вредны для тела и для души нашей современные лучшие ученые врачи доказывают что растительная пища гораздо здоровее и полезнее мясной и всем хорошо известно что многие болезни излечиваются только при строгом воздержании цель цель поста не в расстройстве тела который есть храм живущего в нем Духа Святого 1 Коринфян 6.19 а в очищении этого храма от всякой мерзости в освобождении его от злых похотей и вожделении плоти ибо плоть желает противного Духу Галатам 5.16 Как апостол Яков говорит Откуда у вас вражды и распри не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших 4.1 Изнурение тела говорит апосте Святой Василий Великий приучает нас к победе над страстями впрочем не так должно поступать с плоти чтобы естественно ее силу расслаблять и привести к совершенной бездействии воздержанием и чтобы от чрезмерного расслабления дошла до невозможности следовать за умом Толкование на первую главу пророка Исаии часть 2 страница 47 69 апостольское правило разрешающее не поститься больным лучше всего показывает взгляд церкви на назначение поста конечная цель которого есть врачевание души как и псалмопевец говорит о себе я изнурял постом душу мою псалом 34 13 слово не поститься означает во время поста таковым больным разрешается вскушать елей то есть растительное масло и вино это правило распространяется на немощных на роженец и находящиеся в трудных обстоятельствах что такое есть пост и для чего установлен пост телесный пост есть воздержание от дозвольных в обычное время родов пищи питья и провождение времени в усиленной молитве и делах веры и благочестия установлен пост для борьбы с искусителем дьяволом для покаяния в грехах для обуздания плоти воюющей против духа и для более свободного его служения богу те же род сказал спаситель изгоняется только молитвой и постом Матфея 17-19 трезвитесь бодрствуйте учит апостол Павел потому что противник наш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить 1 Петра 5-8 откуда у вас вражда и растре не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших Яков 4-1 Галатам 5-17 Римлянам 7-19 изнуряя постом тело а мы смиряем этим душу свою как и Псалмопевец говорит Я изнурял постом душу мою Псалм 34-19 Римлянам 12-1 Страдающий плотью говорит апостол перестает грешить 1 Петра 4-1 Вот для чего и установлен пост телесный Достаточно ли для человека один лишь телесный пост нет недостаточно если грехи не только тело как например есть грехи не только тело как например объедение пьянство блуд но и грехи духа как например гнев вражда распри ереси и тому подобное Галатам 5-19 Для приближения к Богу необходим не только телесный пост но и духовный состоящий в смиренно мудрее терпении и любви о чем говорит сам Бог через порог Исаию Вот пост который я избрал разреши оковы неправды разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных веди в дом когда увидишь нагово одень его и от единокровного твоего не укрывайся Исаия 58-6 Как об этом учит нас в своем песнопении святая церковь постящиеся братья телесно постимся и духовно разрешим всякий союз неправды Святой Давид тоже постился не только телом но и изнурял постом душу свою Псалом 34-3 Плачу говорит он постясь душою моею Псалом 68-11 Когда и кем впервые установлен для человека пост пост установлен еще в раю самим Богом заповедавшим первым людям От всякого дерева в саду ты будешь есть А от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь Бхея 2.16 Определенные же дни ветхозаветных постов Господь установил при Моисее Левиз 16.29 после него Захария 8.19 Почему от Моисея до Христа все верующие как мы уже видели постились смиряя постом души свои В Новом Завете мы видим пример великого подвижника в посте Иоанна Крестителя и 84-летнюю пророчицу Анну которая не отходила от храма постому молитву и служа Богу день и ночь Лука 2.36 Основателем же Новозаветнего поста был сам Иисус Христос о чем считаем в Евангелии Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок залкал Матфея 4.2 Христос не только сам постился но и учил как должно поститься говоря когда поститесь не будьте унылые как лицемеры ибо они принимают на себя мрачные лица чтобы показаться людям постящимися истинно говорю вам что они уже получают награду свою а ты когда постишься помашь голову твою и умой лицо твое чтобы явиться постящимся не пред людьми но пред Отцом твоим и отец твой видящий тайны воздаст тебе явно то есть воздаст награду за пост соединенный со смирением Матфея 6.16 об истинных своих последователях Христос сказал придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься Матфея 9.15 в борьбе истинителем дьяволом Христос придавал посту одинаковое значение с молитвой когда говорил сей же род изгоняется только молитвой и постом постились ли святые апостолы и другие новозаветные подвижники в вере да постились так об апостоле Павле говорится что он постоянно пребывал в посте 2.15 и побуждая к постам верующих говорил о себе во всем являем себя как служители божьи в трудах в бдениях и постах 2.15 о пророках и учителях антиокийской церкви считаем что они служили Господу и постились а когда по повелению святого духа они отделили для проповеди варнау и савва то совершили пост и молитву и возложив на них руки отпустили их Диане 13.1 апостол Павел говорит с мужьям и женам не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве а потом опять будьте вместе чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим 1.15 все христиане должны соблюдать посты и упасившийся Христос оставил нам пример дабы мы шли по следам его 1.1 Петра 2.21 и святой апостол пребывавший в посте учит подражайте Богу эфесянам 5.1 подражайте мне как я Христу 1.1 коринфянам 4.16 смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас филиппийцам 3.17 отвергающие посты подражают следовательно не Христу и святым апостолам а дьяволу который искушал Христа предлагая ему пищу когда он постился в пустыне Мачаи 4.1 делали угодники Божьи и святые апостолы различия в пище постной и скоронной хотя Слово Божие учит нас что всякая пища сама по себе чиста и позволительна что нет ничего в самом себе нечистого Римин 14.14 но в дни поста церковь разрешает есть только постную растительную пищу запрещая употреблять мясо и другие продукты животных примеры указаний на такое различие в пище мы находим в самом же священном писании так например пророк Даниил говорит о себе в эти дни дни откровения я Даниил был в сетовании 3.7 дней вкусного хлеба я не ел мясо и вино не входило в уста мои Даниила 10.2 на заре отдавшие себя на служение Богу не должны были всю жизнь пить вина и всякого крепкого напитка числа 6.1 и сам Павел говорит не буду есть мясо вовек 1.1 коринстам 8.13 исход 12.8 где в священном писании указывается на определенное время для постов в книге Левит читаем 16.29 Захария 8.19 Диане 27.8 почему церковь назначила для всех христиан определенное время постов потому что Бог не есть Бог не устройства но мира то есть порядка оттого и в церкви христовой все должно быть благопристойно и чинно 1.1 14.13 14.33 40 10.13 15.13 15.13 21.13 22.13 праздновал Пасху среди Великого Поста или тому подобное, если каждый член благоустроенного общества обязан подчиняться установленному в нем порядку жизни, а при желании подчиняться ему исключается из общества, то тем более каждый член церкви должен повиноваться всем ее определениям, иначе по справедливости должен быть отлучен от нее, что церковь и делает, когда снисходительно разрешает нарушение постов для больных или в исключительных обстоятельствах, например, во время военных действий, повальных болезней, голода и т.п., а нафематствует, то есть отлучает явных противников установленных ею постов. Воспоминание чего мы содержим посты в известные дни и в определенное время. В Успенске пост установлен в Святой Церковью в память о смерти Пресвятой Богородицы, постившейся перед своей кончиной. Рождественский, при встрече Рождества Христова, Великий пост, в подражание Христу, постившемуся 40 дней и ночей. Петров пост установлен в память поста новозаветних святых пророков, учителей и апостолов, перед их выступлением на проповедь, Деяние 13.1. Однодневные посты установлены в память событий 14 сентября, в память обретения воздвижения Честного Креста Христова, пост 1 августа в память чудесного явления Христа, пост 29 августа в знак печали о мученической смерти святого Иоанна Крестителя. Какая конечная цель соблюдения христианами постов? Получение венца нетленного. Все подвижники, говорит святой апостол, о борцах и состязающихся в бегах, а также и о христианах, стремящихся к Царству Небесному, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но смиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9.24 Учения о христианских постах мы находим в творениях многих святых отцов-учителей Церкви, начиная с первых веков ее существования. Приведем свидетельства об одном, об этом некоторых из них. В правилах апостольских читаем о постах в среду и пятницу. А также и о великом посте следующее. Аще кто, епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится в святую четыридесятницу перед Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен. Правила святых апостолов, 69-е. Святой Поликарп смирнский учит. Оставив суетные и ложные учения многих, обратимся к преданному изначало слову. Будем бодрствовать в молитвах, пребывать в постах. Писание мужа и апостольских святого Поликарпа. Послание к Филимону, глава 7, страница 324. Постановление апостольский упоминает о Петровом посте. От праздного в пятидесятницу, говорится в них, празднуйте одну седмицу, а после нее одну седмицу поститесь. Ибо справедливо, чтобы вы и веселились о даре Божием, и постились после послабления. В них же говорится о необходимости поститься в среду и в пятницу, там же, о чем считаем и в правиле Петра, архиепископа Александрийского. Никто да не укоряет нас за соблюдение среды и Петка, в которые дни благословно заповедано нам поститься по преданию. В среду по причине составления иудеями совета о предании Господа, а в пятницу, потому что он пострадал за нас. Пятнадцатое правило. Посты устенские и рождественские для всех предписаны церковью в конце седьмого и в начале восьмого века, но существовали они у христиан и гораздо раньше. Святой Ян Затауз, говоря о посте в Срастную Седмицу, учат. И мы не только почитаем, но и цари нашей Вселенной почитают ее необыкновенным образом, давая отдохновение всем, занимающимся общественными делами, чтобы они, пользуясь свободой от занятий, усердно проводили все дни эти в духовном служении. В это время рассылаются царские указы, которыми повелевается освободить от уз заключенных в темнице. Как Господь наш, сошедший в ад, освободил всех, которые были содержимы смертью, так точные рабы Господа, делая посильные для них и подражая человеколюбию Господа, освобождают людей от чувственных уз, не имея сил освободить от уз духовных. Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, то делает душу еще больше сильную. Ныне у нас особенная чистота помыслов, ныне возбуждается ум и душа созерцать горнее, потому Писание соединяет всегда молитву с постом. Как и когда? Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. 1 Коринфянам 7.5. И в другом месте. Сей же род изгоняется только молитва и постом. Матфея 17.21. Еще в другом месте. Когда ты совершив пост и молитву, отложив на них руки, отпустили их деяния 13.3. Творение Златоуста, том 5, страница 582 и 7. На Первом Вселенском Соборе, вышел в 325 году в Никее, богоносные отцы уже упоминают о Святой Четыридесятнице, как в общеизвестном в церкви посте. За благо признано, чтобы в каждой области дважды в году были соборы, один пред Четыридесятницей, а другой около осеннего времени. Правило 5. 6 Вселенский Собор, подобно Первому, упоминает о Великом Посте, говоря, «Поелик у нас ничто не побуждает оставлять благоговейную строгость, то, последуя апостольским и отеческим преданиям, определяем, что не подобает Четыридесятнице в четверг, в последней седмице, разрешать пост и тем бесчестить всю Четыридесятницу». Тоже 6 Вселенский Собор в Правиле 12 говорит так, «Во все дни поста Святой Четыридесятницы, кроме субботы, недель, воскресных дней, и святые дни Благовещения, литургия добывает не иная, как прежде освященных даров». Правило 29. В другом правиле того же Собора говорится. Увидали мы также, что в армянской стране и в иных местах в субботы и воскресные дни Ситой Четыридесятницы едят некоторые сыр и яйца, того ради заблаго призванные сие, дабы Церковь Божия во всей Вселенной, следуя единому чину, совершала пост и воздерживалась «как от всего закалаемого, так и от яиц и сыра, которые суть плода и произведения, от чего воздерживаемся. А если кто не будет всего соблюдать, то клирики-то будут извержены, а миряне-то будут отлучены». Правило 56 того же Собора. «Православный христианин, неверующие люди со всех сторон искушают тебя к нарушению постов христианских, искушают и словами, и примером разнузданной невоздержанной своей жизни. Но ты твердо храни данное тебе Христом оружие против козни дьявола, храни телесный пост, но не забывая о духовном, без которого он не принесет тебе пользы, и к которому зовет нас святая церковь словами высоконазидательного своего песнопения. «Постящиеся, братья телесни, постимся и духовни. Разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотные нужных изменений, всякое списание неправедное раздерем. Дадим алчащим хлеб, и нищих бескровных введем в домы. Допримем от Христа Бога великую милость». Об отмене субботы и почитании воскресного дня. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Колоссиным 2.16 Слово «суббота» по-еврейски значит «покой». Господь повелел евреям уже после выхода из Египта праздновать этот день, как для напоминания о седьмом дне, который Господь почил от дел своих после створения мира, Бытие 2.2, Исход 20.11. Так и в особенности для напоминания евреям об избавлении Богом от рабства египетского. Старозакония 5.13 «Мы, христиане, тоже празднуем седьмой день недели, но не ветхую еврейскую субботу, а новую христианскую. Празднуем мы день воскресный, когда совершилось новое творение человека. Кто во Христе, тот новая тварь». 2 Кориесам 5.17 и Галатам 6.15 «Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе» Празднуем не субботу, а воскресенье, ибо в этот день мы избавлены нет египетского рабства, которым ни мы сами, ни отцы наши никогда не были, а от рабства всемирного и более тяжкого, от рабства дьявола, от которого спасаемся, как учит святой апостол, воскресеньем Иисуса Христа». 1 Петра 3.21 «В этот день, а не в субботу или в какой-либо другой день, Христос лишил силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подверг воскресеньем Иисуса Христа». 1 Петра 3.21 «В этот день, а не в субботу или в какой-либо другой день, Христос лишил силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, от которого спасаемся, как учит святой апостол, воскресеньем Иисуса Христа». 1 Петра 3.21 «В этот день, а не в субботу или в какой-либо другой день, Христос лишил силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2.14 «В этот именно, а не в какой-либо другой день, как учит святой апостол, Христос воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4.25 «Если Христос не воскрес, Он говорит, что вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 1 Коринфянам 15.17 «Итак, вот почему мы, христиане, празднуем воскресный день, празднуем его как день нового творения человека, как день избавления нас и всего мира от рабства дьяволу, от греха, проклятия и духовной смерти». «Почему вы не празднуете субботы, если Бог еще в раю велел людям покоиться в этот день? И совершил Бог седьмую дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2, глава 2, 3 В приведенном месте священного Писания ни слова не говорится о том, что Бог велел людям почитать в субботу. Говорится, что Бог почил седьмой день от дел своих, то есть перестал творить, что Он благословил и осветил этот день для напоминания людям о конце творения мира, и только. В раю все дни для людей были одинаковы, «Все дни были днями блаженства, но вместе с тем и днями труда, возделывания и охранения сада Эдемского». Бытие 2, 15 Из священного Писания нигде не видно, чтобы святые правцы Ноя, Авраам, Исаак, Иаков и другие праздновали седьмой день. Уже только при Моисее, после выхода евреев из Египта, Господь в пустыне впервые дает евреям заповедь о субботе. Исход 16, 23, о которой потом точнее говорит при Синайском законодательстве, дает эту заповедь для того, чтобы всегда неблагодарные евреи воспоминали и благодарили в этот день Бога, освободившего их от рабства египетского. Второзаконие 5, 12. Вот почему большинство церковных истолкователей, приводимого сектантами места из книги «Бытие 2.2», отрицает ту их мысль, будто суббота была установлена Богом еще в раю. Так, например, святой Иоанн Златоуст, объясняя вышеуказанное место книги «Бытие» учит, что словами «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его». Бог только гадательно предлагает нам учение о том, чтобы мы в круге седмицы один день весь просвещали и отделяли на дела духовные. Златоуст, беседа 10 на книгу «Бытие», том 4, страница 81. Святой Иустин совершенно отрицает усыновление празднования субботы в раю, когда говорит следующее об отмене Ветхозаветней субботы. Все прежде названные праведники Адам, Авел, Энох, Ной, Лот, Мельхиседек угодили Богу, не соблюдая субботы. И после них Авраам и все потомки его до времени Моисея. Разговор с Трифоном и Иудеянином. Пункт 19, страница 163. Если мы не признаем этого, то должны будем впасть в нелепые мысли. Или будто бы не один и тот же Бог был в одни и ноха и всех других, не знавших ни обрезания плотского, ни соблюдавших субботы и других установлений, предписанных Моисеем. Или будто Богу угодно было, чтобы род человеческий не всегда совершал одни и те же праведные дела. Думать так явно смешно и глупо. Еще скажите мне, неужели Бог хотел, чтобы первосвященники грешили, принося жертву в субботу, или грешили обрезывающиеся и обрезывающие других в день субботний, когда Бог велит непременно обрезывать рожденных в восьмой день, хотя бы он был день субботы? Если он знал, что нечестивое обрезание в субботу, разве не мог повелеть совершать его надрожденными днем прежде или после субботы? Или почему Бог не научил исполнять те же постановления людей праведных, живших до Моисея, которые назывались праведными и были приятны ему, хотя и не обрезывались, и не соблюдали субботы? Страница 175. Тертулян так говорит о субботе. Пусть кто-либо покажет нам, что или Адам соблюдал субботу, или Авель, принося Богу святую жертву, угодил ему благоговением своим к субботе, или Енок чудесно восхищенный от земли на небо праздновал субботу, или Авраам, принося в жертву Богу сына своего Исаака, хранил день субботний, или Мельхиседек, как священник, держался закона о субботе, против иудеев, страница 179. Святой Ириней в своем сочинении против ереси пишет, «Сам Авраам без обрезания и соблюдения субботы поверил Богу, и это вменилось ему в праведность и назван другом Божиим». Сочинение святого Иринея против Ересея, книга 4, глава 16, стр. 355. Святой Иоанн Дамаскин приводит следующие слова святого Афанасия Александрийского из его беседы об обрезании и субботе. «Когда еще не было ни закона, ни Бога Духновенного Писания, то и суббота не была посвящена Богу». Когда же через Моисея было дано Бога Духновенное Писание, суббота была посвящена Богу для того, чтобы в этот день упражнялись в этом занятии, то есть в чтении Писания, и чтобы те, которые не посвящают Богу всей жизни, которые служат Господу не из любви, как отцу, но, как неблагодарные рабы, уделяли Богу хотя бы малую и незначительную часть своей жизни. Творение Иоанна Дамаскина, стр. 335. Итак, приведенным сектантом месте священного Писания совсем нет никакой заповеди людям праздновать в субботу. Об этом здесь не сказано ни слова. Господь говорит через Моисея, «Помни день субботний», исход 28. Следовательно, заповедь о субботе была еще раньше Моисея, в дни праотцев и патриархов, иначе он не сказал бы о ней «помни». Господь сказал про заповедь о субботе «помни», не потому что она была дана раньше Моисея, ибо, как мы уже говорили, не видно из Писания, чтобы кто-нибудь из патриархов, живших до Моисея, праздновал в субботу. Этим словом «помни» Господь только напоминает евреям, что заповедь о субботе была дана им несколько раньше Синайского законодательства, именно тотчас после выхода евреев под предводительством самого же Моисея из земли египетской, в пустыне Сим, Исход 16.23. Повторяя на горе Синайской уже раньше данную через Моисея еврейскому народу заповедь, Господь и говорит ему о ней, как бы об известной уже ему «помни». Мы различаем заповеди Господни, которых только десять, от многочисленных законов Моисея. Первые храним и соблюдаем, а вторые отвергаем, ибо о заповедях сказал Христос. Кто нарушит одну из заповедей сих малых и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Матфея 5.19. «Ибо это есть любовь к Богу, говорит апостол Иоанн, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. А о законе Моисееве сказано, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы. Галатам 3.13. Поэтому мы уже не под законом, а под благодатью». Римлянам 6.14. «Мы должны соблюдать только законы Господни, изреченные устами самого Бога». Исход 20.18. «Написанные на скрижалях перстом Божиим». Исход 31.18. То есть десять заповедей. Законы же Моисея теперь нам не нужны, ибо Моисей дал их сам от себя. Кроме же десяти заповедей Бог не давал Израилю никаких законов. Во-первых, совершенно неправда, что Моисей давал народы еврейскому, когда бы то ни было заповедей от себя самого. «Моисей называется рабом Бога, верным во всем доме Его». Число 12.7. «А раб не больше Господина своего». Иоанн 13.16. «И творит волю только Его». Вот почему и Моисей никогда своих законов Израилю не давал, а давал только те законы, которые велел ему передать народу сам Бог. Почему и апостол Иоанн учит, что закон дам через Моисея, а нет Моисея. То есть при посредстве Моисея. Или, как говорит апостол Павел, «рукою посредника». Галатам 3.19. Следовательно, если в Писании говорится закон Моисеев, Третье царств, 2.3, Даниила 6.5, Иоанна 7.23, или закон дал нам Моисей, в Тарзаконе 33.7, то это говорится не в том смысле, будто есть какой-то закон Моисея самого или самим от себя самого изданный, а в том смысле, что этот закон Божий Господь дал через Моисея, Неемия 8.14. Когда, например, Спаситель говорит, «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, а от отцов», Иоанна 7.22, то этими словами он вовсе не указывает на то, что закон об обрезании дан самим Моисеем или придуманным отцами, например, Авраамом, а только говорит, что этот закон Божий, повторенный Израилю через Моисея, Левит 12.3, был дан людям через отцов, точнее, через отца верующих Авраама, ибо Авраам не выдумал этот закон от себя, а завет этот между Богом и человеком положен самим Господом, что видно из книги Бытия 17.10. Вот почему все пяти книжи Моисея называются книгой закона Моисеева. «И сказали книжнику Езре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедал Господь Израилю» в Меме 8.1. «Называется и книгой закона Божия, и читали из книги закона Божия каждый день» в стихе 18. «Во-вторых, только десять заповедей написаны были перстом Божиим и поставлены в ковчег Божий, вовсе не потому, как думают адвентисты и субботники, что этим Бог хотел показать особенно их преимущество перед другими законами, уставами и постановлениями, а потому, что этим Господь хотел наглядно, видимым образом всегда напоминать евреям о том великом событии синайского законодательства, когда весь народ видел громые пламя и звук трубные горы дымящиеся, и, увидев то, весь народ отступил и стал вдали. «И объятый великим ужасом и страхом просил Моисея, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы не умереть» Исход 20.18. Из последних слов видно и то, почему Бог устно дал только десять заповедей, потому что объятый ужасом народ не мог дольше слушать глаголы Божии, и просил Моисея говорить с Богом и передавать Его дальнейшие законы. Эти дальнейшие законы Божий передал Господь уже через Моисея Израилю на той же горе Харири, когда Моисей вступил во мрак, где Бог, Исход 20.21. «И вот законы, говорит на Харири Господь Моисей, которые ты объявишь им», Исход 21.1. «И потом делает все те законы, которые переданы были Моисеям народу, и записаны для него и его потомство в книге Исход». Отсюда для всякого ясно заблуждение адвентистов, будто Бог дал только десять заповедей и не давал больше никаких законов. Ясно также и то, что и другие Богом, данные через Моисея законы, например, о пище, о жертвах, о праздниках и прочее, имели одинаковую силу и значение с десятью заповедями, ибо эти законы были законы Божии. Адвентистов и других субботников, утверждающих, что кроме десяти заповедей Господь не давал никаких законов, обличает сам Бог следующими, например, словами «Не дам впредь выступать ноге Израиля и земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, и по всему закону и уставам, и по велениям, данным рукой Моисея». 2 Паралипоминон 33.8 «И я вывел их из земли Египетска и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им постановление, исполняя которое человек жив, был бы через них. Дал им также субботы мои, а не одну субботу, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. По моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их». Из Икииля 20.11. Обличает адвентистов сам Моисей, когда, например, говорит, «Я объявил он вам завет, который повелел вам исполнять десяти слове, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их». Второй законе 4.13. «Уставы и учреждения, и законы, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни». 4.17.37. Обличает их и Неемия, когда говорит, «И сниз шел ты на гору Сина, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И вступили израильтяне в обязательство с клятвою и проклятием, поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и устало его, и предписание его». Неемия 9.14.10.29. Обличает, наконец, заблуждение адвентистов и других субботников сам Христос в приводимых ими же его словах из Евангелия Матфея. Стих 19. «Ибо, как видно из предыдущих слов Христа, под малейшими заповедями он разумеет все сказанные им заповеди блаженства». Глава 5.13-16. «Которая, если кто нарушит одну из заповедей сих, малейшим наречется в Царстве Небесном». Творение Златоуса, том 7, страница 174. «Большие же заповеди Христос назвал в осени субботу, а заповеди написаны не на каменных скрижалях, а на сердцах человеческих. Когда на вопрос законника какая наибольшая заповедь в законе сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки Матфея 22,36, а не на еврейской субботе. И так ясно видно из Священного Писания, что адвентисты и другие субботники сами себя подвели под проклятие Божие, ибо празднуя Ветхую Субботу, этим самым вступили в обязательство с проклятием исполнять и весь ветхозаветний Богом данный закон, то есть закон о субботних годах, о жертвах, пище, праздниках и о прочем. Ибо написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона», то есть в пяти книжах Моисея, Галатам 3,10, Старозаконие 27,26. В четвертой заповеди сказано, «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». И так далее. А в 31 главе, стих 16, «Исхода суббота названа заветом вечным, следовательно, должны теперь праздновать ее как установление вечное». Да, евреи должны были праздновать субботу, иначе они были бы под клятвой закона. Старозаконие 27,26. «Мы же теперь не под законом, а под благодатью». Римлянам 6,14. «Искупившего нас от этой клятвы Христа». Христос, учит святой апостол Павел, «искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, «до времени пришествия семени», к которому относится обетование. Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. «Ибо все вы, говорит апостол, сыны Божии по вере во Христа Иисуса», Галатам 3, глава, «который упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей учением», Ефесянам 2, 15. Слова «навеки» и «вечно» в Священном Писании Ветхого Завета не значат навсегда, а означают время вообще продолжительное. «Он останется рабом его вечно» Исход 21, 6. Либытие 17, 8. Иисуса Новина 14, 9. И особенно время до пришествия Мессии, Христа, когда начался новый век, век христианства, сочинение Тартуляна против югеев, книга 4, стр. 179. Сами же субботники не празднуют, например, еврейскую Пасху с однолетним Агнцем, опресноками Мацуя, мазанием его крови дверных косяков, не празднуют ее с припоясанными, с креслами, с посохами в руках и тому подобное. А ведь Господь об этом празднике сказал. «Да будет вам день сей памяти, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его, храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». Исход 12, 1. Нужно различать установление вечные и законы вечные от завета вечного. Установление и законы исполнялись только до Христа, а завет – это союз Бога с человеком и должен существовать вечно. Бог, как творец и законодатель, может изменять не только все свои законы, но и заветы хотя бы и говорил, что он дает их навеки. 1 Царс 2, 30. Завет не есть договор человека с Богом, ведь договариваются в чем-либо равное друг к другу. Завет есть проявление милости Божией, снисхождение к человеку. И Бог может свои обещания, законы, заветы, заповеди, уставы, постановления изменять или совершенно уничтожать, если найдет, что они уже не нужны или что люди стали недостойны их. Заветом вечным названы жертвы и другие ветхозаветные постановления, Левитом 7, 36, исход 21, 6, 40, 15 и другие, которые в новом завете все отменены. Не было завета большего, как завет об обрезании. Обрезание старше не только по времени, чем суббота, но и по своему значению. Сам Спаситель, что оно важнее, чем суббота. Моисей, говорит, он дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, а от отцов. И в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете, что я всего человека исцелил в субботу? Яна 7, 22. Итак, из-за обрезания нарушалась сама суббота, потому что обрезание выше субботы. Оно тоже называется заветом вечным. Нарушители его тоже предавались смерти. Обрезаете, сказал Бог еще Аврааму, крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мной и вами. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день, истеребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Бытие 17, 1. Примечание. Почему, спрашивает святой Иоанн Зотоус, восьмой день становится выше седьмого? Дети обрезаются восьмой день потому, что в восьмой день надлежало быть воскресенью, то есть Господнюю обрезанию всего мира. Почему не повелел Моисей обрезать шестой день? Почему не в девятый или десятый? Ясен восьмой день, в который воскресает Христос. Итак, если кто не верит в воскресенье, тот не обрезан сердцем, отчужден от Бога неверием. Творение святого Иоанна Зотоуса, том 11, страница 875. И вот, этот завет вечный об обрезании бывшей высшей субботы отменяется святыми апостолами на их соборе. Когда христиане из иудеев стали требовать от обратившихся из языкников, чтобы они соблюдали обрезание и закон Моисеев, то святые апостолы, собравшись вместе, постановили «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдаясь, и хорошо сделаете». Диане 15. «Этим постановлением святые апостолы отменили не только обрезание, которое было выше субботы, но и весь обрядовый Моисеев закон с его праздниками, новомесячами, субботою и прочим». Колосин 2.16, Галатам 5.6, 6.15 «Христос соблюдал субботу, и мы должны ее соблюдать. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего, и пребываю в любви Его». Иоанна 5.15, 10. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить я пришел, но исполнить». Матфея 5.17. «Христос соблюдал субботу потому, что, как иудей, он обязан был подчиняться обрядовому закону Моисея до времени отмены этого закона, до заключения с людьми Нового Завета в крови его». Лука 22.20. «То есть до времени его страданий и славного воскресения, когда пришел конец Ветхому Завету, и настало начало нового, предсказанного еще пророком Иеремиию». 31.31. «Тогда Христос упразднил, то есть уничтожил закон заповедей учением своим». Исполнял же Христос в субботу не по букве, а по духу. На том основании, что Христос соблюдал субботу, нельзя утверждать, что и христиане должны ее чтить. Христос, как иудей, праздновал еврейские праздники, совершал еврейскую Пасху, но субботники не празднуют же их. Христос, как иудей, принял и обрезание, но сектанты не принимают же его. Блаженный Феофилакс, согласно со святым Яном Златоусом, толкуя приведенные слова Спасителя, учит, что Христос исполнил закон и пророков, во-первых, тем, что совершил все предсказанное о нем пророками. Поэтому и Евангелие часто говорит, дабы сбылось сказанное пророком. Он исполнил и все заповеди закона, ибо не сотворил беззаконий, и не было лести в устах его. Он исполнил законы в другом отношении, то есть восполнил его, ибо он полно начертал и то, чего закон дал только одну тень. Христос чтил субботу, ибо по субботам ходил в синагогу и учил народ, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний синагогу и стал читать, и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил в дни субботние, Луки 4,16 и Марка 1,21. Почему и до каких пор Христос чтил субботу, объяснено выше. Из приведенных же мест священного Писания вовсе не видно, что христиане должны праздновать субботу. В них говорится о том, что Христос по обыкновению учил евреев по субботним дням в их синагогах и только. Учил же по субботним дням, очевидно, потому, что евреи собирались по субботам в синагоге для молитвы. И поэтому Христос всегда мог иметь готовых уже собравшихся слушателей. Если бы кто-либо ходил по пятницам в еврейские синагоги, когда они вечером тоже собираются для молитвы, и учил бы их вере, то неужели это значило бы, что проповедник чтит пятницу? Христос сказал своим ученикам, молитесь, чтобы бег, что ваше не случилось зимой или в субботу, тем очевидно указал на святость субботнего покоя. Блаженная Феофилак и святой Иоанн Затауст так объясняют приводимые сектантами слова Христа Спасителя. Апостолы не соблюдали субботу и не были в Иерусалиме в то время, когда Веспасиан сделал это, то есть разрушил Иерусалим. В лице апостолов Господь говорит это иудеям, так как сами апостолы заблаговременно удалились из Иерусалима. Посему иудеям заповедуется молиться, чтобы бегство их не случилось зимою, когда по неудобству времени они не смогут убежать. А равны к субботу, потому что в этот день иудеи по закону бездействуют, и никто из них не осмелится бежать. Ученики Христа праздновали в субботу. Так, например, мироносецы не пошли в субботу к огробу Христа, а остались в покое и по заповеди. Луки 23, 56. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к огробу, и вместе с ним некоторые другие. Луки 23, 1. Что мироносецы праздновали в субботу, когда Христос лежал в огробе, в этом нет ничего удивительного. До воскресения Христа они должны были исполнять ветчий закон, ибо Новый Завет начался после воскресения Христа из мертвых. Затем, разве могли последователи Христа праздновать воскресный день, когда они еще и не знали, что Христос воскрес? Мироносецы даже, когда узнали об этом, недоумевали, пока ангел не засвидетельствовал им о воскресении Христа. А когда они, возвратившись от гроба, возвестили об этом апостолам, то им показались слова их пустыми, и не поверили им. Лука 24, 4. Как не верили и явились даже тогда, когда воскресший сам явился им. Как же не веровавшие, что Христос воскрес, и считавшие Его за простого человека, могли праздновать воскресение. Наконец, для всякого здравомыслящего человека понятно, что пока Христос не воскрес, не могли христиане и воскресный день праздновать. Деяние 17 глава 2-16 стихи указывает, что апостол Павел чтил субботу. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Из тех мест Писания совсем не видно, что апостол Павел чтил субботу. А видно только, что он по субботам проповедовал, как и Христос. А почему именно по субботам проповедовал, объяснено выше. Потому что тогда евреи были в сборе, были готовые слушатели. Апостол Павел в воскресный день работал, а в субботу праздновал, ходил в синагогу, молился и проповедовать. Поселившись в доме Акилы и Прескилы, он по одинаковости ремесла остался у них и работал. И ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудев и эллину. Деяние 18-11. Прежде всего, нужно заметить, что из этого местописания вовсе не видно, чтобы апостол Павел работал в воскресные дни. Это выдумка сектантов. Сказано только, работал, а сколько дней в неделю работал и в какие дни не указано. Затем нужно помнить, что он проповедовал не только в субботу и в синагогах, но и ежедневно на площади, Деяния 17-17, всенародные по домам. А эфесян учил три года, день и ночь, непрестанно, Деяния 20-20. Если сектанты чтут в субботу, потому что апостол Павел по субботам проповедовал, то пусть чтут каждый день, пусть чтут языческий ариопак, еврейский синагоги и прочее. Молиться же в коринфской синагоге в севреме апостол не мог. 2 Коринфян 6-15. Ибо тамошние евреи не только не верили, что Иисус есть Христос, но противились проповеди апостола и злословили его. Так что он, отряжший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». Деяние 18-5. Суббота должна оставаться и для христиан, для народа Божия остается еще субботство, евреям 4-9. Народ Божий – это евреи, а субботство – это получаемое через веру во Христа Царство Небесное. В этой главе послание к евреям говорится о трех покоях. Первый покой – это покой Божий, о котором сказано и почил Бог в день седьмый от всех дел своих. Второй покой – это обещанная Богом евреям земля обетованная, куда за ропот в пустыне и непокорность не все они вошли. Стих 5-6. Почему Давид предсказывает евреям о третьем покое? Ныне, когда услышите глаз его, то есть Христа, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус на вин доставил им, евреям на земле обетованной, покой, то не было бы сказано после того о другом дне. О другом дне, значит, не о субботе. Почему, говорит апостол, для народа Божия, то есть для евреев, еще остается субботство, стих 9, и остается через веру в пришедшую Мессию Христа войти в вечный покой, или в царство небесное. Ибо кто вошел в покой его, то есть в царство небесное, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, учит евреев святой апостол, постараемся войти, значит, он еще не вошел.